Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как очень частые неудачи в делах, в карьерном росте и в личной жизни на протяжении многих лет более 10 сказываются на личности человека? Может ли это изменить человека и повлиять на здоровье? Ну, если мы говорим о влиянии на личность, то нам, конечно, нужно сначала определить, что есть личность. Если трактовать личность с трехступенчатой позиции понимания человека, то есть индивидуальность, то есть личность, индивид, да? То есть сначала индивид, потом личность и потом индивидуальность. Значит, если мы трактуем личность как такую картину, и трактуем личность как становление человека в разных сферах, становление человека происходит за счет его выбора, то основное влияние на личность здесь по факту оказывается влиянием на выбор. Я не буду выбирать то, что может привести меня к неудаче. Я не буду пытаться делать то, что у меня не получилось, чтобы не испытывать негатива. При этом игнорируя то, что мне может это, допустим, хотеться, или мне может, допустим, это нравиться. Вот. То есть можно, по сути, здесь говорить о том, что основное влияние заключается именно в влиянии на выбор. Дальше. Если мы говорим о том, может ли это изменить человека, то опять же, что мы в данном случае подразумеваем под изменениями. Если мы под изменениями понимаем, допустим, смену выбора человека, то есть когда, ну, когда человек в одной и той же ситуации вёл себя одним образом, а потом начал вести себя другим образом, то говорить об изменениях, наверное, ещё рано. Потому что сознательное изменение выбора не означает изменение человека. И если мы говорим об изменениях выбора на бессознательном уровне, когда человеку кажется, что теперь поступать нужно вот так, то даже в этом случае мы можем говорить об изменениях только в том случае, и если человек как-то внутренне заметил, что выбор, который он делает, ему ближе стал в результате получения какого-то опыта, например. Если в изменениях выбор подвергся насилию, то есть когда это больше вынужденная мера, то, по моему мнению, изменением это назвать нельзя. Это можно назвать, скорее, адаптацией, но адаптация не есть изменение. С этим можно не согласиться. Эту точку зрения можно оспорить. Вот. И, в общем и целом, это, на мой взгляд, дискуссионная тема. Тема, требующая обсуждений, как мне кажется, вот, потому что адаптации, изменения могут, в принципе, считаться одними и тем же некоторыми авторами и специалистами, я, например, это различаю. Что касается здоровья, то здесь все зависит от степени переживания, от уровня механизмов сублимации. То есть, если мы говорим о том, что человек потерпел неудачу, но, к примеру, смог, это как-то отреагировать. Поплакать, высказаться, покричать, перенаправить свою энергию, то в этом случае на здоровье влияние это не окажет. Если ничего такого нет, влияние на здоровье, скорее всего, будет. В частности, развивается психофоматика. То есть, например, если мы говорим о карьерном росте, то это проблема всем желудочно-кишечным трактам. Если мы говорим о личной жизни, то это может быть заболевание, соответственно, в интимной сфере. Если мы говорим о негативе в личных отношениях, не связанных с романтическими, то можно говорить о целом ряде поражений. То есть, это руки, это ноги и так далее. Это шея, это спина. Спина традиционно, если я правильно помню, относится больше к детско-родительским отношениям. А вот руки, например, отвечают за социальные контакты, тогда как ноги отвечают за твердость позиции человека, за его устойчивость. Все это довольно-таки уникально. И все это, ну, довольно-таки, скажем так, ситуативно. Но на здоровье, конечно, влиять это может и может, к сожалению, довольно-таки существенно. Вот. Вот то, что я мог бы вам сказать и ответить. Ну, здесь нужно понимать, что феория неудач в любом случае может быть негативным психологическим сценарием, программой, которая, которая может быть заложена родителями в человека. Вот. Ну, на всякий случай уточню, что сделано это может быть не специально, сделано это может быть вообще из добрых побуждений, но, как бы, кому от этого легче в данном случае. В данном случае, естественно, естественно, что никому. То есть, какая разница, например, если тебя убивают, да, то какая разница, из каких побуждений с тобой это происходит или тебя бьют. Ну, вот, человеку как-то вот в данном случае совершенно не важно, из каких это побуждений происходит. Тут скорее важнее именно то, что это происходит. Вот. Поэтому... Вначале делается упор на проживание, вначале делается упор на отреагирование и после делается уже акцент на коррекцию. Когда появляется ресурс, и когда он аккумулируется, и когда человек получает возможность, способность распоряжаться этим самым ресурсом. Вот. Как-то так я бы ответил на вопрос. Надеюсь, что это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго и удачи!